23 октября для школьников вновь распахнула свои двери школа номер 9. Здесь состоялось торжественное открытие после ремонта. За 57 лет эксплуатации в образовательном учреждении полностью износился пожарный трубопровод, который полностью заменили. Кровля основного здания, который несколько десятков лет не видел ремонта, тоже отремонтирована. Изменился фасад и входная группа школы. Это теперь совсем другое лицо, стильное и современное. Сегодня школа открывается, распахивает свои двери для учащихся педагогов и родителей после большого ремонта. Вы видите обновленное фойе, был произведен капитальный ремонт кровли, поэтому на сегодняшний день созданы все условия для благоприятного развития образовательного процесса. Ну и вообще этот день очень значим еще и потому для нас, потому что 23 октября 1961 года школьное здание школы номер 9 было запущено в эксплуатацию. То есть этот день считается вообще днем рождения школы. Символично, что это произошло именно в день рождения школы. Также школа вместе с новым дизайном обрела и новый статус образовательного комплекса под названием «Перспектива». Образовательный комплекс, почему я поясню, потому что мы объединяемся с детским садом номер 22 ХКРК, с целью обеспечения более, будем говорить, планомерного образовательного процесса, чтобы дошкольники не испытывали никаких неудобств при переходе в начальную школу. Мы говорим о гармоничном развитии личности, о перспективном развитии личности. Целью нашей стоит социально-коммуникативное развитие. Поэтому все у нас в перспективе, мы только начинаем отсюда, наверное, и название. Это знаменательное событие ждали всей школы. И вот оно случилось. В современной истории девятой школы этот день будет значиться особой датой. Школа встретила учеников, учителей и гостей праздника светлыми просторными классами и обновленным интерьером. На праздники были вручны благодарственные письма за проведение качественных работ. А также глава администрации нашего города Борис Беляев поздравил с этим событием. Он прежде всего обратился к школьникам, которые вернулись в современный и очень комфортный второй дом. Мы надеемся на то, чтобы когда дети приходят в школу, у них сразу поднималось еще больше настроение. После сна они просыпались быстрее, сразу входили в школьную среду и получали здесь хорошие оценки, учились хорошо и, конечно же, были бы самыми талантливыми учениками в городе Комертал. Мне хочется пожелать девятой школе, чтобы она стала и была самой лучшей школой города Комертал. В этот день радовались возвращением в родную школу не только ученики и учителя, но и их родители. Увиденное порадовало. Совместными усилиями администрации города, школы и родителей учащихся сделан еще один шаг в улучшении условий ведения образовательного процесса. Мы очень ждали этого дня, мы с нетерпением ждали. Очень красиво, вот прям замечательный, слов нету. Душа радуется, что дети будут учиться в такой замечательной, красивой школе. Мы очень скучали. Спасибо, что сделали такой ремонт. Самой охотой пойти в школу. Светло, легко, хочется каких-то достижений. Не ждать теперь от детей, чтобы дети учились хорошо, все было самое лучшее. Пожелание школы самое отличное. Ну, не знаю, все самое лучшее, что бы у нас было в нашей школе. Школа имеет богатую историю, а сегодня у нее начинается новая жизнь. Школьники порадовали присутствующих танцами и песнями. Этот день, наполненный радостью встречи добрыми пожеланиями счастливого учебного года, надолго останется в памяти учащихся, их родителей и гостей. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла, все дарит любимая школа. Рената Гайсина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».